Над Чебоксарским приютом для собак нависла угроза. Животные могут остаться на улице. Наша съемочная группа побывала в ДОК-отеле и узнала подробности. Татьяна Егорова, несмотря на ранний час, уже на ногах. Ее день проходит среди лай и виляющих хвостов. ДОК-отель-приют – единственное место в Чебоксарах, где собаки находят настоящих друзей и дом. Именно здесь, за высоким забором, четвероногие получают все необходимое – любовь, заботу, еду и лекарства. Однако в скором времени они могут вновь оказаться на улице. Городские власти подали в суд. Захлебываюсь в проблемах, конечно же. Благодать, что сейчас лето. Я с ужасом жду осень, зимы и что мы будем делать. Никаких поблажков нам с стороны города, об этом речи быть не может. Вопрос поднимался о повышении расценки за содержание собаки. Вы, говорит, даже не думайте. Денег у города нет. Изначально земля была выдана под гостиницу для животных и под центр передержки четвероногих бомжей. Собак, отловленных специальной службой, привозят сюда. Городской бюджет оплачивает всего пять дней проживания – по 40 рублей в сутки. После этого срока собака должна быть отдана в добрые руки или усыплена. Собаки, как они бегали на улице и пытались их не замечать, тем может этим и закончиться. Что мы можем реально закрыться и снова собаки будут бомжевать и никому не будут нужны. Большинство бездомных собак больные. Денег на их лечение нужно много. И чтобы на время продлить жизнь и облегчить страдания, Ася содержит их за свой счет. Здесь, если смотреться, под каждой шерстинкой сидят. Они его едят натурально. И в лечении этого песика как минимум полторы тысячи. Приют существует с марта этого года. А вот люди еще о нем многие даже не знают. Вот появилось сообщение в интернете. И сейчас люди начали проявлять свою гражданскую активность. Начали посещать приют, привозить какие-то продукты. Городской администрации поясняют, что проблема заключается только в неуплате земельного налога. На сегодня долг составляет порядка 400 тысяч рублей. Дальнейшая судьба только от тела. Если они будут нормально работать, жить, так же будет. Если договор аренды посмотреть, земельный участок, там четко сказано, если в течение двух периодов не будет оплачено срок аренды платежей, администрация выходит в суд с требованием о поплате. По данным Института проблем экологии и эволюции РАН, в России популяция бездомных собак увеличивается с 20 до 100 тысяч особей. В то время как городские власти и хозяева приюта решают финансовые вопросы, на помощь животным пришли неравнодушные люди. Уже открыт счет в поддержку четвероногих, поступает гуманитарная помощь. Однако необходимую сумму общественность вряд ли сумеет собрать. К тому же нет гарантии, что в будущем долги не появятся вновь. Хорошо бы обсудить судьбу док-отеля с представителями всех заинтересованных сторон, с народными избранниками, среди которых немало любителей собак, с ветеринарами. Сейчас даже общество защиты животных Умка отказалось от комментариев. Для решения проблемы добрую волю должны проявить все участники конфликта. В противном случае очередное благое намерение вымастит дорогу в собачий ад. Анастасия Масляева, Александр Петров, Андрей Спиридонов. Республика.